Добрый день, уважаемые гости и коллеги. Тема сегодняшнего нашего вебинара 1S ERP 2.5 бюджетирование отчеты по фактическим данным. Программа вебинара состоит из настройки модели бюджетирования, статей бюджетов, показателей бюджетов и непосредственно настройки видов бюджетов и их структуры с помощью сложной таблицы. Перед тем, как мы продолжим, я вас попрошу писать интересующие вопросы в чат, а после доклада я на них отвечу. Подсистема бюджетирования представляет собой важнейший элемент управления бизнесом, который включает в себя планирование деятельности и текущий контроль за исполнением планов, а также анализ результатов. Основными финансовыми бюджетами или мастер-бюджетами являются бюджет доходов и расходов, БДР и бюджет движения денежных средств и прогнозный баланс. Сегодня мы рассмотрим построение таких бюджетов, как БДР и ББЛ, по фактически полученным результатам по итогам деятельности за определенный период. Перед вами представлен классический макет бюджета доходов и расходов и макет балансового листа. Для реализации данных макетов 1СЕРП необходимо включить соответствующую функциональную опцию в разделе НСИ и администрирование, настройка НСИ и разделов, бюджетирование и планирование и поставить флаг напротив слова бюджетирование. Далее необходимо перейти под систему бюджетирования, настройки и справочники, модели бюджетирования и создать непосредственную модель бюджетирования, которая представляет собой совокупность мастер-бюджетов, их структуры и аналитики в рамках организации и или подразделений. Рассмотрим на примере нашей модели бюджетирования. Необходимо указать соответственно на именование, статус действует, указать датус, который действует в нашем модели бюджетирования и выбрать аналитику по организациям или по подразделениям, либо и то, и другое. Далее необходимо создать статьи и показатели бюджетов. Статьи бюджетов представляют собой статьи доходов и расходов и являются оборотными сущностями. Показатели бюджетов, в свою очередь, являются остаточными сущностями. Как для каждой из статей, так и для показателей бюджетов могут быть описаны до шести аналитических измерений. Для получения фактических данных по статьям и показателям бюджетов необходимо настроить правила получения фактических данных. Давайте мы с вами обратимся к конфигурации и настроим сейчас статьи бюджетов и рассмотрим показатели бюджетов. Итак, вот наша модель бюджетирования, про которую я говорила ранее. Путем нажатия кнопки создать, мы указываем с вами статус, дату, в нашем случае будет аналитика по организациям. Дальше мы переходим к подсистему бюджетирования, настройки и справочники и выбираем справочник статьи бюджетов. Здесь мы с вами создадим группу коммерческие расходы, как представлено в нашем макете бюджета доходов и расходов. И в этой группе мы с вами создадим две статьи бюджетов. Для арендных платежей мы с вами в качестве из шести аналитик выберем, допустим, первое у нас это будет контрагенты, а второе мы хотим видеть договоры, ну и допустим, нас еще интересует подразделение. Нажимаем записать, переходим в правила получения фактических данных, нажимаем кнопку создать и выбираем раздел источника данных. В нашем случае мы настроим по оперативному учету. Далее нам необходимо выбрать хозяйственную операцию. Для того, чтобы определиться, по какой хозяйственной операции у нас проведены расходы по арендным платежам, мы с вами обратимся к оборотно-сальдовой ведомости по 44 счету. Перейдем в карточку счета. Откроем документ приобретения услуг и прочих активов. Обратимся к отчету движения документа. И рассмотрим регистр накопления движения контрагент дохода-расходы. Вот интересующая нас хозяйственная операция, называется она поступление прочих услуг. Мы ее скопируем. Вот интересующая нас аналитика, контрагент Грифон, договор аренды торговой точки и подразделение коммерческая служба. Вернемся в статью бюджета. Ставим хозяйственную операцию поступления прочих услуг. На вкладке «Заполнение аналитик» мы с вами укажем договор, источник суммы, выберем сумму без НДС. Записать-закрыть. Основное – записать-закрыть. Таким же образом мы с вами создадим оставшиеся необходимые нам статьи. Допустим, в коммерческих мы создадим статью «Вход». Не будем здесь выбирать никакую аналитику. Настроим сразу правила получения данных. Тем же путем обратимся к оборотно-сальдовой ведомости. Видим нашу статью «Заработная плата». Откроем отражение зарплаты в финансовом учете. Обратимся к отчету. И увидим нашу хозяйственную операцию, которая называется «Отражение заработной платы». Скопируем. Выберем «Оперативный учет», «Хозяйственная операция». Источник нам предлагает только сумму. Перейдем в дополнительный отбор и выберем с вами статью. И статья у нас будет называться «Статья расходов». Сделаем с вами по поиску. Давайте вернемся в нашу оборотно-сальдовую ведомость. И лучше ее скопируем. «Заработная плата коммерческая». «Записать», «Закрыть». «Записать», «Закрыть». Вернемся в аренду тут. Тоже с вами укажем статью. Вернемся в аренду. И записать. Хочу вам пояснить один момент. В дополнительном, в поле «Статья» у вас может быть несколько вариантов выбора. Почему нужно обязательно обращаться к движению документа и смотреть на регистр? Потому что здесь у вас может быть, допустим, статья и в скобочках «КОР». Это не то же самое, что обычная статья или статья расходов. Но вот эти все показатели, аналитики точнее, необходимо обращать внимание при заполнении правил получения фактических данных. Мы с вами вернемся в оборотно-сальдовую ведомость. Видим, что у нас по 15 тысяч рублей как на аренду, так и на зарплату за 19 год. Вот наша организация «Андромеда-сервис». Здесь мы можем просмотреть отчет, результат работы правил, наш период, организация. И мы с вами увидим, что аренда, вот наша аналитика, наш контрагент, наш договор и наше подразделение. 15 тысяч рублей за весь год. То же самое и здесь. Мы нигде начнет. Давайте сделаем не так, а перейдем лучше в правила. Откроем результат работы правил. Здесь у нас с вами что-то не вышло. Фактические данные, статья. Облата труда. А наша статья – это корс-статья. Вот о чем я вам до этого и говорила. Статья – это корс-статья, записать. И вот 15 тысяч рублей. Далее мы с вами рассмотрим показатели. Допустим, на примере основных средств. Согласно нашему макету, у нас основные средства. Мы хотим видеть в разбитке на группу основных средств. Такие как машинное оборудование, транспортное средство и прочее. Мы рассмотрим на примере машинное оборудование. Показатель бюджета, аналитику. Мы выбираем объекты эксплуатации. Переходим в правила получения фактических данных. И здесь мы с вами их настроим не по оперативному учету, а по регламентированному. Мы выберем счет учета 0.1, тип итога, сальдо по дебетам. Перейдем в дополнительный отбор. И установим отбор по группе основных средств машины и оборудования. Обратимся также в результаты работы правил. Давайте перейдем в 20-й год. Период у нас год. Квартал. Что-то у нас с вами сбилось. Просмотрим тогда показатель лучше в самом бюджете. Далее мы перейдем. Опять же, создадим еще одно правило. Регламентированный учет. Счет учета 0.2. Нам нужно убрать амортизацию. Тип итога, сальдо по кредиту. Коэффициент мы установим отрицательный, минус 1. Перейдем в дополнительный отбор. Также по группе ВС отберем машины и оборудование. Запишем, закроем. Таким образом мы создадим оставшиеся показатели бюджета. И теперь мы можем создать уже вид бюджета, настроить его структуру и непосредственно ячейки. Для создания вида бюджета также переходим в бюджетирование, планирование, настройки справочники, вида бюджета. И здесь создаем, например, наш бюджет балансового листа. Также указываем наименование. Выбираем ранее созданную модель бюджетирования. Указываем бюджет, период, на который составляется бюджет, год. И переходим в структуру бюджета. Здесь перетаскивание наименования таблицы в структуру бюджета вылезет три окошка, из которых мы с вами выберем сложную таблицу. Далее путем перетаскивания из левого окна вправо строк и колонок или выбора соответствующих измерений мы с вами настроим структуру бюджета. Нас интересуют такие колонки, как прошлый год, год, первый квартал, второй, третий, четвертый. И еще нам интересна аналитика за полугодия, за девять месяцев. В строке мы настроим в соответствии с нашим балансом, в том виде, в котором мы хотим его видеть. И перейдем на строки ячеек. В настройке ячеек у вас изначально будут все ячейки розовые, они будут не настроены. Путем нажатия мышкой или знаком равно мы перейдем с вами, допустим, в заемные средства. Мы установим, давайте, заемные средства. Выберем с вами здесь, сейчас вам покажу, чтобы было видно, как это происходит. То есть равно вы выбираете показатель бюджета, ищите тот показатель бюджета, который вам нужен. В нашем случае это были заемные средства. И устанавливаете его. Никаких дополнительных отборов здесь там нет. Единственное, нам нужно указать значение «Конечный остаток». Сейчас мы с вами это удалим. Очистить. Таким образом мы настраиваем все ячейки. Можно настроить какой-нибудь один столбец, дальше нажать правой кнопкой мыши, копировать и просто скопировать оставшиеся строки. Прошлый год для настройки нам нужно будет зайти внутрь. Конечный остаток у нас уже настроен. Нам нужно настроить смещение и границы данных. Мы выбираем с вами смещение на год в прошлое. Завершить редактирование. Завершить редактирование. И теперь у нас в этой колонке «Прошлый год» будут данные смещены на один год. Также мы скопируем ячейку «Прочее». Перейдем в прошлый год. Установим смещение на один год. И нажмем «Завершить редактирование». Теперь нам с вами нужно настроить и того по пятому разделу. Для этого также мы с вами нажмем «Равно». Но в этот раз мы выберем производный показатель. Производный показатель помогает нам настроить любую формулу, которая нам нужна. В текущем случае нам нужна просто сумма. Мы можем ее настроить перетаскиванием ячейки. Выбираем наш пятый раздел. Нас интересуют заемные средства. Ставим «Плюс». Также мы могли воспользоваться функциями, необходимыми нам логические или арифметические, либо просто «Плюс». Следующая интересующая нас ячейка – это кредиторская задолженность. «Плюс». И все, больше у нас тут ничего нет. Нажимаем «Завершить редактирование». И также с вами скопируем. Далее подобным образом мы с вами настроим баланс, где у нас будет итог по пассиву. Также выберем с вами производный показатель. Перетащим ячейки. Ячейки также можно перетаскивать в операнды, но по мне такой способ наиболее удобный. Переходим в пассив и складываем и того по третьему разделу. Четвертый в нашем случае отсутствует. И по пятому разделу. «Завершить редактирование». Также правая кнопка мыши «Копировать» и протянем. Далее мы с вами настроим контроль баланса. Также выберем производный показатель. Ячейка таблицы. Выберем баланс по активу. И вычтем баланс по пассиву. Также правая кнопка мыши «Копировать» и протянем. Показатели за 6 и за 9 месяцев у нас также настроены через производный показатель путем формулы. То есть для баланса 6 месяцев это у нас второй квартал, 9 месяцев это у нас третий квартал. Также мы с вами копируем. Вставляем интересующие нас ячейки. И нажимаем «Завершить редактирование». Дальше нажмем «Записать». Подождем пока программа. «Обработает данные». Далее нажмем на кнопку просмотреть вид отчета. «Записать». Установим настройки. Например, 2020 год. В валюте регулы учета фактически данные нашей организации. Нажмем кнопку «Сформировать». И вот наш учет заполнился данными по прошлому году и по текущему году по кварталам 6 и 9 месяцев. У нас есть какая-то небольшая состыковочка на 10 рублей. Скорее всего за счет округления. Также вы можете… Здесь у нас представлено в рублях. Чтобы было более понятно, можно это указать в заголовке. Для этого мы также возвращаемся в наш вид бюджета. Вот у нас открыт баланс. И вот у нас есть наверху заголовок. Можете прямо сюда зайти. И прописать в рублях. Завершить редактирование. Записать. Вернемся от счета. Сформируем. И увидим, что на заголовке, наименовании у нас появилось рубли. Чтобы было понятно, в каких измерениях у нас составлен отчет. Чем удобна сложная таблица? Что здесь вы можете разбивать ваши статьи, как вам удобно. Ну, в частности, показатели бюджета. Хотите разбить машиноборудование, чтобы вам было видно конкретные транспортные средства. Ну, допустим, здесь машины, здесь транспортные средства. Как вам удобней. И сложная таблица вам позволяет настраивать ячейки, использовать формулы, которые вам удобны. На примере БДР мы сейчас просмотрим, как можно настроить. Также рентабельность и прочие интересующие нас показатели. Также здесь в бюджете мы могли бы снизу добавить рентабельность собственных оборотных средств и прочие показатели, интересующие нас при анализе баланса. Чтобы сразу собственник видел, где у него положительные и отрицательные стороны в бизнесе. Так, давайте с вами закроем этот отчет и вернемся к статьям. У нас есть выручка, себестоимость, коммерческие расходы. Также у нас согласно бюджету доходов и расходов еще нужно настроить общехозяйственные, прочие доходы и прочие расходы. Давайте сейчас вместе с вами я составлю оставшиеся статьи. Также перейдем в настройку вида бюджета доходов и расходов и там настроим ячейки. Итак, создаем группу. Общехозяйственные расходы. Здесь мы с вами создадим статью, допустим, амортизация. Перейдем в правила получения фактических данных. Создать. По оперативным учет нас интересует. И опять выбор хозяйственной операции. Вновь обратимся. Обратимся теперь к счету 26. Посмотрим нашу карточку счета. Амортизация это регламентированная операция, поэтому, как правило, это у нас идет амортизация ОС. Также зайдем в движение документа. Так как это регламентированная операция, нам с вами, скорее всего, не нужно будет искать. Оперативный контур. Амортизация ОС. Сумма. И дополнительный отбор. В нашем случае мы сейчас с вами посмотрим. Как правильно называется наша статья? Она называется «Корр. Статья расходов». Можем сделать списки. И отобрать сразу. Окей. Управленческая. Это нам уже не нужно. Управленческая. Транспортная. Мы выбрали. Транспортное средство, сданное в аренду. И все. А дальше у нас уже с вами аренда. Нажимаем записать. Проверим с помощью отчета результаты работы правил. У нас с вами. Мы не хотим в отчете видеть отрицательное значение. Записать закрытие. Давайте мы нашу сумму посмотрим. Миллион шестьсот семьдесят два четыреста двадцать девять. Снова обратимся к отчету. Миллион триста двадцать. Что-то мы не учли. Будем с вами настроить аналитику. В аналитике выберем наши статьи расходов. И у нас одна из статей не попала. Миллион двадцать восемьдесят три. Тридцать шесть. У нас не попала амортизация управленческая. Тридцать пятьдесят восемь. Мы с вами выбрали амортизацию ОС. А здесь у нас будет другая хозяйственная операция. Амортизация нематериальных активов. Все верно. Зайдем сюда. Здесь удалим. Создадим еще одно правило. Оперативный контроль. Который тянь минус один. В этом случае у нас амортизация нематериальных активов. Добавим или нет. Статья расходов в ход. И равно. Наша статья. Снова обратимся к отчету. Тридцать четыре. С вами триста пятьдесят восемь. Давайте сформируем для анализа. Анализ счета. Заинтересующий нас период. Выберем двадцать шестой счет. Наша организация. В подборе. Мы установим нашу статью затрат. Еще раз. Выберем. Мы видим, что 54 тысячи у нас не попало. Также посмотрим наше движение документа. Продолжение следует. Сутья у нас попало наша. Но суммы нет. Сутья у нас отсутствует. Все это все закроем. Результат работы правильный. Тридцать четыре. Тридцать четыре. Я потом это более подробно посмотрю. Почему у нас не сработало. Суммы я не вижу. У нас же ноль четвертый счет там был. Мы с вами сейчас переделаем нашу статью. Мы создадим еще одно правило. Коммертизация. Коммертизация. Управленческая. В этом случае просто статья расходов. Статья расходов. Серверную основу. Сейчас посмотрим. Смерть. 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 304 тысячи наше появилось. И теперь наше соно сводится. Что в оборотной сальдовой ведомости, что в нашем макетчете. Миллион шестьсот семьдесят восемь четыреста двадцать девять. Сейчас мы откроем с вами оборотно-сальдовую ведомость. Сложим миллион шестьсот семьдесят восемь четыреста двадцать девять. Давайте мы закроем с вами лишние документы. Далее нам нужно настроить аренду зданий и помещений. Также обратимся в карточку счета, как и ранее. Приобретение услуг и прочих активов. Такое мы уже настраивали, но посмотрим еще раз. Движение документа. Поступление прочих услуг. Наша статья. Аренда зданий и помещений управленческое. Это мы запишем, закроем. Создадим статью аренда. Выберем аналитику. Как и в прошлый раз. Контерагенты. Договоры. И подразделения. Запишем. Настроим правила получения фактических данных. Также оперативный учет. Поступление прочих услуг. Значение аналитик. Выточним, какие именно мы выбираем договоры. Сумма нас интересует без НДС. Установим дополнительный отбор по статье. У нас статья расходов. Также обратимся к отчету. Результаты работы. Увидим 50 тысяч рублей, которые мы и видели в нашей оборотно-сальдовой ведомости. Давайте также сделаем зарубную плату. Такой же принцип, как и был у нас ранее. У нас будет хозяйственная операция. Отражение зарплаты. Отражение зарубной платы. И в этом случае наша статья будет корс-статья. Скопируем ее для удобства. Перейдем. По аренду мы запишем, закроем. Создадим новую. Назовем ее флот. Записать. Перейдем в правила. Оперативный контур. Хозяйственная операция. Отражение зарубной платы. Сумма. Дополнительный отбор. Статья о кору. Статья о расходах. Найдем нашу статью. И проверим себя с помощью отчета. Также заработная плата 50 тысяч рублей. Проценты начисленные к уплате. Мы к сыну не добавим. Прочие расходы. Это все закроем. Перейдем в статьи бюджетов. С общих хозяйствами с вами закончили. И перейдем теперь к прочим доходам. Также можем создать группу. Назовем ее прочие доходы. Чтобы в дальнейшем у нас была более простая навигация. Здесь мы создадим статью бюджетов. Согласно нашему макету. У нас это будет процентополученное. Например, мы с вами сделаем. А далее сделаем реализацию. Также мы сделаем с нашими прочими расходами. Правила получения данных. Обратимся к оборотной сайтовой ведомости по 91 счету. Разбивки под субсчета. Мы посмотрим 91.01. Проценты полученные. 4 тысячи рублей. Начисление по кредитам и депозитам. Также обратимся к движению документа. Найдем хозяйственную операцию. Начисление по депозитам она у нас называется. Скопируем ее. В нашем случае это будет статья. Доходы про сходы по кредитам пассиву в проценты полученные. Перейдем. Оперативный учет. Начисление по депозитам. Нас интересует наша сумма без НДС. Дополнительный отбор. Здесь мы выбираем, как было указано в отчете движения. Статья доходов. Статья. Проценты полученные. Проверим с помощью отчета. Может быть здесь несколько статей. Нет. 4 тысячи рублей. Записать. Закрыть. Дальше с вами создадим реализацию. Реализацию мы с вами укажем здесь сумму правил с НДС. А НДС мы с вами покажем прочих расходов. Закроем неинтересующие нас вкладки. Обратимся снова к оборудово-сальдовой ведомости. И перейдем в реализацию нематериальных активов и основных средств. Документ у нас будет, по которому проведена операция, реализация услуг и прочих активов. Обратимся снова в движение документа. В хозяйственной операции у нас себестоимость реализации УЭС. Либо можете выбрать реализацию основных средств. Мы выберем реализацию основных средств. И вот наша статья. Реализация УЭС. Перейдем. Источник суммы. Как я говорила ранее, выбираем сумму НДС. Мы покажем в прочих расходах. Перейдем в дополнительный отбор. Статья. Найдем с вами реализацию УЭС. Еще раз проверим. У нас просто реализация УЭС. Можем с вами выбрать, в принципе, себестоимость реализации. Но мы хотим посмотреть вот эту. Посмотрим. Миллион двести. Миллион двести. Текущая статья, она мне подходит. Можем, в принципе, с вами обратиться к аналитике расходов. Которая у нас была здесь указана. К аналитике доходов. Прошу прощения, мы же с вами. А, все правильно. Расходы. У нас же с вами статья доходов. И вот наша реализация УЭС. Все верно. Простите, ошиблась. Вот наш миллион двести. Дальше посмотрим с вами. Как у нас начислено реализация по нематериальным активам. Также с помощью документа реализация услуг и прочих активов. Перейдем в движение документа. А здесь, например, у нас реализация нематериальных активов. Мы ее скопируем. И статья реализация нематериальных активов. С этой статьей мы закончили. Не статья, а тут. На настройка. Перейдем в еще одну. Выбираем здесь нашу реализацию. Ставим сумму. Выбираем доходы. И реализация нематериальных активов. Снова обратимся к отчету. И вот появилось наше восемьсот сорок и миллион двести. Восемьсот сорок и миллион двести. Доходы мы с вами настроили. Закроем. Теперь настроим прочие расходы. Создаем. В прочих расходах мы с вами также сделаем проценты. Но теперь уплате. Сделаем реализацию. Для нас будут наши суммы НДС. И какую-нибудь статью прочее. Так, вернемся к нашему макету. Проценты к уплате. Запишем. И стандартным, известным нам способом. Проценты к уплате. Мы с вами видели их также на 26-м, которые у нас потом перенеслись на 1.1.0.2. Вот, что мы здесь и видим. Документ у нас распределение доходов и расходов. Но мы не им воспользуемся, а воспользуемся тем, что у нас был на 26-м. Мы также возьмем начисление по кредитам и депозитам. Как у нас было с процентами получения. Только здесь у нас вместо начисления по депозитам будет начисление по кредитам. Скопируем его. На всякий случай без НДС, хотя здесь это абсолютно не принципиально. Статья и проценты, начисленные к уплате. Скопируем с вами. По расходу. Снова себя проверим через отчет. Соли мы правильно указали. Нет, где-то у нас сбой. Статья равно. Давайте еще раз вернемся. Посмотрим, может быть, мы можем выбрать какой-то другой отбор. У нас была здесь статья проценты, начисленные к уплате. Хозяйственная операция, начисление по кредитам. Сумма вроде бы есть. Перейдем на основное. Вернемся в правило. Сумма. Проценты. Запишем. И сформируем отчет. Сумма без НДС была выбрана зря. Мы установим с вами сумму и получили наши 9000 рублей, которые мы видели как на 9102, так и на 26. Он нам теперь не нужен. Мы его закроем. Также пробежимся по оставшимся статьям, которые нас интересуют в прочих расходах. Мы с вами берем, опять же, нашу реализацию, но только теперь мы выберем сумму НДС. Простите. Статья бюджета. Это мы закроем. Создадим еще одну статью. Оперативный учет. Сумма НДС. Давайте посмотрим еще нашу статью. Давайте себя проверим. Вот наши 140 тысяч рублей. 140. Снова оперативный контур. Теперь у нас будет реализация основных средств. Выбираем сумму НДС. Еще раз обращаю ваше внимание, что здесь я выбираю сумму статью доходов. Выбираю реализацию ОС. Записать закрыть. Проверим. 200 и 140. 200 и 140. Проценты мы с вами указали, реализацию указали. А прочие статьи давайте мы с вами и занесем в прочие. Создать статью бюджета под наименованием прочие. Запишем. И настроим правила. Снова через оперативный учет. Вернемся. Расходы от продажи и выбытия основных средств. Снова обратимся в движение документа. Расходы от продажи и выбытия основных средств. Нет. В этом случае мы выбираем с вами себестоимость. Себестоимость. Субтитры от продажи и выбираем дополнительный отбор. Субтитры от продажи и выбираем дополнительный отбор. Здесь мы увидим, что у нас есть корр статья. Расходы от продажи и выбытия скопируемыми. Статья под продажи и выбираем дополнительный отбор. Если мы выбираем дополнительный отбор. Мы выбираем дополнительный отбор. Списание нематериальных активов и списание ОС. У нас осталось добавить прочее. Списание нематериальных активов. У нас будет с вами одноименная хозяйственная операция. Это на списание стоимости нематериальных активов. Нашу курс статья. Скопируем нашу хозяйственную операцию. Создать оперативную пункту. Создать оперативную пункту. Списание. Давайте все проверим. Все или правильно мы сделали. 166,694. И у нас осталось 41 тысяча списания основных средств по причине утраты. Снова откроем движение документа. Наша курс статья. Списание стоимости ОС. Это будет наша хозяйственная операция. Записание. Записание. Создаем еще одно правило. статья кор выбираем нашу статью записать закрыть на всякий случай давайте себя все-таки перепроверим лишним не будет 43 не 41 нам надо вычесть даже есть амортизация вернемся в статью бюджета создадим оперативный поставим коэффициент минус один у нас же осталась амортизация выберем кор статью движение документа основные средства скорее всего будет актив и пассива но мы с вами сейчас настроим ее по другому здесь у нас просто статью убираем наш списание возвращаемся в результаты итак вот они 2000 в общем 901 вернемся в оборот на сальдовую ведомость отберем мы сюда добавляли наше списание списание нематериальных активов и расходы от продажи и того 901 950 35 проверим все верно закроем лишнюю информацию статью бюджета закроем и теперь мы с вами перейдем в настройку вида бюджета бюджета доходов и расходов также модель бюджетирования это наш вебинар на фиксированный период на способ планирования у нас не скользящие у нас составляется бюджет на год переходим в структуру также в заголовке мы укажем что у нас отчет в рублях тем же способом что был ранее мы перетаскиваем таблицу выбираем сложную настраиваем колонки стройки и перейдем в настройки ячейки здесь у нас настроена только выручка мы начнем настраивать дальше либо нажатием мышки либо нажатием равно мы выбираем статью бюджета скроем все лишнее вебинар нас интересует себестоимость себестоимость также протягиваем прошлый год мы устанавливаем с вами смещение также на один год в прошлое балловую прибыль мы настроим как производный показатель формулы как показано ранее для как минусы себестоимость скопируем ставим рентабельность также мы с вами сделаем формулу производный показатель ячейка мы с вами выбираем нашу валовую прибыль выберем разделить выберем ячейку и выручка и умножим с вами на 100 синтаксис здесь не так влияет но на всякий случай уберем протянем и здесь также протянем 6 месяцев у нас балансе были равны второму кварталу а 9 месяцев третьим вот мы делаем мы делаем ну в поиску нужно сделать плюс третий квартал ну либо первый второй треть дальше коммерческие расходы у нас с вами было настроено две статьи аренда и фото в принципе больше у них там никаких и нету мы с вами также их здесь выберем арендные платежи и выберем фото скопируем протянем арендные платежи также здесь мы с вами установим только смещение коммерческих расходов у нас больше ничего нет поэтому мы можем настроить форму с помощью производного показателя арендные платежи и исход также с вами протянем протянем наши 6 месяцев и 9 чтобы нас в итоге отчет не вылазили значение можно лишнее удалить общих хозяйственные расходы мы с вами там указывали амортизацию аренду и заработную плату так и сделаем мы настроим арендные платежи просто указав нашу статью амортизация и зарплата скопируем протянем здесь установим прошлым год смещение на один год там давайте сделаем так опять же формулу с помощью производного показателя мы настроим служим арендными платежей амортизация и вот скопируем протянем промежуточное значение и настроим прибыль убыток от продаж нажмем равна обратимся к производному показателю к ячейке баловая прибыль от минусу наши коммерческие расходы и общих хозяйственные запишем закроем скопируем протянем давайте также промежуточное значение формулу подставим прочие доходы сейчас также мы заполним у нас были проценты полученные статья бюджета прочие доходы проценты полученные и была реализация протягиваем копирование в предыдущий год настраиваем смещение настроим формулу с помощью производного показателя полученные наши проценты с реализацией снова копирование протащим то же самое сейчас мы повторим с прочими расходами потом настроим нашу прибыль убыток налогообложения чистую прибыль и рентабельность по чистой прибыли и сформируем отчет посмотрим как у нас вышло для контроля мы еще можем сформировать бухгалтерскую отчетность и сравнить наши данные проценты к уплате прочие расходы реализация и прочее копируем протягиваем нам нужно будет по одной также настроим формулу мы можем с вами скопировать предыдущую формулу здесь вставить зайти в этот производный показатель проверить что он взял проценты к уплате реализацию и нам с вами не хватает всего одной ячейки это прочее мы ее добавляем завершить закрыть копируем протягиваем здесь мы не забываем с вами так как у нас нужны данные за прошлый год установить смещение на один год прошлого также наше промежуточное значение налог на прибыли у нас здесь не было рекабель у нас будет рассчитываться по-другому также вставим и вставим прибыль у быта до налогообложения также настраиваем формулу с помощью производного показателя ячейка прибыль у быта как продаж минус минус прочие расходы и добавим прочие доходы также протягиваем формулу так как у нас нету налога на прибыль в текущем примере нашей организации мы в принципе можем сделать также через производный показатель сразу указать наше равно на ячейку прибыль и убыток до налогообложения соответственно рентабельность мы с вами также настраиваем через производный показатель чисто прибыль разделим на нашу ячейку выручка умножим на 100 протянем копирование нажмем завершить редактирование записать ждем пока система обработает данные так просто вернемся смотрим наш вид отчета выберем 19 год мы с вами смотрели данные за 19 вот о чем я вам говорила что если мы делаем показатель а у него нету данных то будет вылазить значение поэтому желательно все-таки убирать в нашем текущем примере если мы с вами посмотрим оборудование сальдовое ведомство за 19 год давайте сделаем второй квартал окна формируется перейдем к отчету в общем в нашем примере нашей организации отсутствуют данные за второй третий четвертый квартал есть только за первой поэтому в отчете у нас и вышла информация за первой также если я не ошибаюсь предыдущего данных по организации тоже нет поэтому рассмотрим с вами так здесь у нас где-то вылезли значения где есть цифры можно посмотреть возможно где-то просто ошибочно не ту формулу скопировали такое тоже может быть не ту ячейку и пошел сбой это мы посмотрим так оборудование сальдовое ведомство до сих пор формируется можем обратиться к ячейкам смотри где у нас летела настройка знаете пока на формируете я отвечу тогда на вопросы итак первый вопрос можно ли в сложной таблице скрывать строк у столбец к сожалению нет на текущий момент по крайней мере у меня конфигурация ERP 2.5.7 в ней не реализовано скрытие строк и столбцов также нельзя объединять ячейки к сожалению это не полноценный Excel в котором можно делать все что мы хотим и соответственно и ширину ячеек изменять как бы тоже нельзя но отправим свои пожелания в 1С возможно они этот функционал добавят в будущем себестоимость продаж разбить ее по статьям можно допустим переменные и постоянные но к сожалению вы можете это сделать только формулой то есть вы можете уточнить у своего заказчика допустим как он это видит у вас же есть определенная структура да там по двадцатому счету который в себя собирает двадцать пятый двадцать третий счет вы можете проанализировать статьи которые у вас есть прямые да на двадцатый также у вас есть производственный вообще производственный 25 также у вас есть вспомогательное производство двадцать третий счет вы можете проанализировать все эти статьи в какой доле они собираются на двадцатый счет посмотреть группы статей разбить их на постоянные или переменные и настроить формулу в зависимости от долей этих статей вам будет пересчитываться себестоимость то есть пойти от обратного в программе собрать себестоимость как я вам показала по оперативному контуру с настройкой на хозяйственной операции такого сделать нельзя но можно настроить себестоимость через вот производные показатели но для этого желательно сделать изначально экземпляр бюджета в нем настроить формулу делать его допустим ежемесячно а потом эти данные из экземпляра бюджета добавлять в сложную таблицу экземпляр бюджета можно сделать и с простой и так у нас формировалось были сбои шестью месяцами почему-то они у нас умножились на сто и разделились потому что когда я настраивала рентабельность она слетела нужно быть внимательным при копировании так давайте еще раз я скопирую на всякий случай все что после рентабельности вставлю так шесть месяцев сюда и сюда дальше у нас рентабельность также поступим за девять месяцев проверим здесь у нас плюс так рентабельность я уже не трогала так вот также я хочу вам сказать что есть функция оформить выделение ячейки с помощью которой вы можете подсвечивать определенными цветами данные которые вам нужны также можете изменять разрядных чисел разрядных чисел тысячах миллионах миллиардов как вам удобно чтобы не выводить отчеты в рублях также мы записывается оборудование сальдо сейчас посмотрим у нас сформировалась или нет так так и вопросы да все правильно ответили на счет значения можно также использовать функцию форме течение что касается вопроса почему не отображается в экземпляре бюджета в виде отчетов к сожалению это не тема нашего вебинара я вам показываю только виды бюджета и только по фактическим данным не используя экземпляр бюджета но вы можете обратиться в компанию Кандерлайн по ее контактной информации и вам дадут консультацию так ну как видно второй квартал наших затратных ничего особо и нет поэтому у нас и не появилось давайте переформируем я поправила у меня значением была просто нейтрально настроенная формула для красоты да как вам говорилось ранее допустим если отсутствует то можно настроить с помощью оформления ячеек но и это и и и и и и 6-9 месяцев на текущий момент скопировали правильно можем в принципе проанализировать по оборудованной сальдовой ведомости за год что у нас попало в БДР либо для простоты в принципе это она вот вторая форма только более детализованной мы можем сформировать регламентированную отчетность и посмотреть какие данные там давайте мы так и поступим чтобы не углубляться во взаимодействие бухгалтерских счетов так создадим бухгалтерскую отчетность 2011 года на у нас андромедо сервис и мы с вами смотрим девятнадцатый год она сейчас попросит нам изменить форму отчета потому что она была на тот период немножко другой идеи да другая редакция давайте запомним только отчеты финансовых результатов которые нас на текущий момент интересуют и проверим данные выручка себестоимость валовая прибыль выручка 500 себестоимость 140 ну здесь в тысячах у нас не будем менять просто будем иметь эту веру и обратимся 500 140 и 360 валовая прибыль соответственно наша рентабельность процентов обратимся к коммерческим расходам коммерческие расходы 30 у нас с вами 30 дальше общих хозяйств на миллион семьсот семьдесят восемь четыреста тридцать то же самое миллион семьсот семьдесят восемь прибыль убыток от продаж миллион четыреста сорок восемь миллион четыреста сорок восемь Так, здесь у нас обратный знак получился, нужно будет, ну хотя в принципе нужно будет проверить, хотя все верно по сути. Проценты к получению у нас попадают в наши прочие доходы и прочие доходы миллион семьсот, посмотрим. Проценты к получению четыре, здесь почему миллион семьсот, а у нас с вами два, потому что мы в прочие расходы поставили НДС, а вторая форма подразумевает прочие доходы уже без НДС. Но нам нашей для управленческой отчетности интересно видеть НДС в прочих расходах, поэтому у нас здесь будет два миллиона. Соответственно сумма прочих расходов у нас с вами меняется, вот они эти триста сорок тысяч, если мы два миллиона уберем, триста сорок тысяч, мы получим тот же миллион семьсот, который у нас указан в прочих доходах. И прочие расходы у нас миллион триста восемьдесят девять. Миллион триста восемьдесят девять. Так, что-то мы с вами не учли в прочих расходах. Так, давайте миллион триста восемьдесят девять, а у нас с вами не хватает. Можем обратиться снова в оборудовую сальдовую ведомость, посмотреть, что мы там не учли. Мы с вами не учли все правильно расходы. От продажи мы пропустили вот эту вот статью. Сейчас мы проанализируем движение документа, вернемся в нашу статью бюджета, где у нас прочие расходы прочие, и добавим этот расход на четыреста восемьдесят семь тысяч. Движение документа. Движение документа. Четыреста восемьдесят семь тысяч, которые у нас есть. Корр статья расходы от продажи, себестоимость копировать, возвращаемся в статьи, прочие расходы, прочие правила получения фактических данных и создаем. Движение документа. Сумма. И да, давайте движение, чтобы не искать, мы просто скопируем. Расходы от продаж. Выбираем нашу статью. Давайте проверим сами себя. Еще разом через результат. 487 у нас появилось. Запишем, закроем. Еще раз формируем отчет и проверим наши прочие расходы. Продолжение следует. Давайте рассмотрим вопросы. Все, миллион семьсот тридцать восемь. У нас, соответственно, поменьше, потому что, как говорилось ранее, у нас есть триста сорок. Прибыль убыток до налогообложения миллион сто сорок два. Где-то у нас, возможно, тоже сбой в формуле. Или сейчас проверим прочие расходы. У нас миллион семьсот тридцать восемь четыреста пятьдесят. Мы вычтем наши триста сорок. Миллион триста девяносто восемь. Берем. Ага, вот у нас и не идет. Берем тридцать минус. Либо играть чисел. Девять тысяч – это наши проценты. Проценты не появились. Разница девять тысяч – это, скорее всего, наверное, наши проценты. Хотя… А, он уже в тысячах. Девять тысяч. Ну да. Девять тысяч – это наши проценты, которые в отчетность не попали. К сожалению, тут потому что неправильно было изначально настроено. Итого миллион сто тридцать у нас, соответственно, не пойдет. Опять же, наши девять тысяч. Чистая прибыль у нас равна. И, к сожалению, у нас отрицательная рентабельность по итогам деятельности. Также промежуточные результаты за шесть и девять месяцев у нас отразились. Давайте теперь подведем итоги. Вернемся к нашей презентации. Суть какая? Для начала вам нужно настроить модель бюджетирования, проанализировать ваши исходящие данные, в каком виде хочет видеть отчет заказчик. Дальше настроить модель бюджетирования, составить статьи бюджета и показатели бюджета, исходя из пожеланий и модели заказчика. Дальше перейти к настройке вида бюджета, настроить структуру нам необходимую, настроить ячейки, настроить формулы, внести предложение заказчику по улучшению его таблиц. И на этом все. Сформировать данные нажатием одной кнопки и финансово-экономическая служба выдохнет, что не надо больше использовать Excel, где в принципе отчасти могут быть ошибки. Спасибо за внимание. Вопросов больше нет. На все, что были, я ответила. Поэтому всего доброго. Надеюсь, вам было интересно. И приходите в Кодерлайн. Продолжение следует. Продолжение следует... Продолжение следует...